Почти память в отливках, минуты влечения. Блокада Ленинграда стала самым тяжелым испытанием для жителей города за всю историю северной столицы. По разным оценкам, на осажденной территории погибло до половины всего населения. Им выпало мощное испытание голодом, холодом и постоянными бомбежками. Оттого подвиг выживших и заставших снятие блокады невозможно переоценить. Дорогие ветераны, вы пережили то, что вообще никогда не должно было случаться на этой земле. И мы преклоняемся перед вашим подвигом, перед вашей стойкостью воли и верности нашему Отечеству. Но общаясь с вами, несмотря на все прожитые тяжелые времена, я вижу какие вы жизнерадостные, какие вы интересные, жизнелюбивые и бодрые. Я честно по-хорошему завидую вашей тягой к жизни, вашему жизнелюбию. Поэтому я желаю вам только здоровья и новых встреч с вами. Ежегодно представители власти, ветераны, студенты и школьники собираются на праздничный митинг. В этот раз исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Среди жителей нашего города еще есть те, кто застал те страшные мгновения, будучи ребенком. В нашем городе на сегодняшний день осталось 21 человек, Вячеслав Блокадьев. Значит, самому юному 83, а самому взрослому 96. И мы, конечно, горды тем, что вот эти замечательные люди являются сегодня примером для нашей молодежи, для тех ребят, которые сегодня воюют, участвуют в специальной военной операции. Подрастающее поколение знает в подробностях об одной из самых трагических страниц истории нашей страны. На своих занятиях юноармейцы не раз слышали обо всех лишениях и трудностях, через которые были вынуждены пройти ленинградцы. Огромный подвиг, потому что вот 20,5 года где-то прожить с очень маленькими запасами еды и победить – это очень героические поступки. Это действительно нужно знать, знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться и не позволять случиться такому вновь. Митингующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу перед вечным огнем. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.